Всем привет, и это вторая часть нашего похода в горы. В прошлом видео мы прошли немало. Разбили лагерь на берегу ручья, что оказалось большой ошибкой, так как ночью было очень холодно, особенно возле воды. Но нам нужно продолжать идти дальше. Но есть одно но. Мы сбились с тропы, и понятия не имеем, куда нам нужно идти. Поэтому кто знает, что мы найдем в абсолютно диких горах. Что ж, всем привет, доброе утро. И я вам скажу, это, наверное, была самая худшая ночь в моей жизни. Потому что было просто нереально холодно. Чтобы вы понимали, было где-то 9 градусов. А мой спальник на 20. Было очень холодно, максимально неудобно. Но, слава богу, ночью до дождя не было. Но сейчас, как вы видите, он собирается. Вернее, он уже идет, и поэтому нам нужно срочно собираться, чтобы палатка не промокла. Вообще нам нужно собираться очень быстро, потому что мы взяли с собой очень мало еды. А еще идти нам прилично. Поэтому еды нам должно хватить, и здесь застревать мы, понятное дело, не можем. Пока что вроде дождь прекратился, и я очень надеюсь, что он не пойдет прям очень сильно, и чтобы мы сильно не промокли. Потому что сушиться нам, по сути, негде. Либо раскладывать палатку, и внутри палатки будет мокро, либо идти всем мокрой. Это будет не очень, и можно заболеть. Поэтому будем просто надеяться на то, что дождя не будет. А ну смотрите, я сейчас заплету хвост, и напишите в комментариях, я похожа на мальчика или нет. Секундочку. Сейчас еще оденем кепку. Ну как, похоже? Мне кажется, да, есть что-то такое. Слушайте, мне кажется, или мы уже давным-давно идем не по тропе. То есть тропа выходила к ручью, а дальше обрывалась. Либо люди так же идут по ручью, а потом тропа продолжается, либо мы сбились с пути. Одно из двух. Пока что идем дальше, а там посмотрим. Я не знаю, честно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В общем, у нас полностью закончилась вода, поэтому я все-таки решила набрать ее с ручья. Но, понятное дело, пить я ее просто так не буду. Нужно будет обязательно ее перекипятить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я нашла одну пещеру, и мне кажется, что кто-то живет, потому что там лежат какие-то кости. Слушайте, я надеюсь, что эти кости нечеловеческие. Я, конечно, не разбираюсь, чьи они, но, по крайней мере, надеюсь. Ладно, давайте отсюда убираться, пока это кто-то не вернулось сюда в свою норку. А то как-то не очень хочется, чтобы там рядышком лежали еще и мои кости. Вау, посмотрите, какой просто огромный муравейник. Здесь настолько много нор, и настолько этих муравьев, они просто кишат здесь. Вот представьте, если случайно зацепить, и, не знаю, лицом упасть в этот муравейник. Это же будет просто жесть. И я думаю, его вообще в принципе нужно обходить стороной, потому что по мне уже куча муравьев ползает. Первый раз в своей жизни вижу такой огромный муравейник. Субтитры сделал DimaTorzok Короче, друзья, мы зашли уже фиг знает куда. Мы давным-давно сбились с тропы, и кое-что увидели. Просто посмотрите на это. Мы нашли какую-то пещеру, она явно сделана людьми. Просто посмотрите на вот эти стены. Они выложены из камушков, и здесь есть прям огромные камни. Ладно вот эти перенести, но вот эти как? Как люди могли их перенести? Я вот этого не понимаю. Короче, мне очень интересно посмотреть, что там внутри, поэтому давайте зайдем. Я лучше сниму рюкзак, потому что мне он там будет мешать. И покажу его пока что здесь. Наверное, раньше здесь был какой-то в принципе вход, но скорее всего он развалился. Поэтому нужно осторожно сюда залазить. Ничего себе! Здесь есть прям стол и есть рядышком стулья. Конечно, не лакшери условия, но есть стол, есть стулья из камней. И есть даже выложенные окна. То есть здесь в принципе можно укрыться от дождя, и раньше, возможно, здесь кто-то жил. Я не знаю, сколько лет этой пещере, но есть вероятность, что это осталось еще с тех времен. Вот даже вот, например, это бревно. Оно же могло пролежать здесь очень-очень много лет. А раньше его мог кто-то зажечь и греться у костра какие-то древние люди. Единственный, наверное, минус этого дома, что вот здесь вот, когда идет дождь, скорее всего, затекает вода. Но она затекает недалеко, потому что даже это они продумали. То есть вот здесь все заложено камнями, чтобы вода не текла дальше. Это... Я вот не понимаю. Это реально люди строили эту пещеру, продумывали. И здесь, получается, жили или как? Вот даже вот там вот есть окно, практически, можно сказать, панорамное. Ну ладно, оно не сильно панорамное, но оно есть. То есть тут реально есть окно, и кто-то его реально выкладывал, чтобы сюда еще не заходила вода. И очень даже красивый ведунчик. Кстати, обратите внимание, вот сюда вот залетают лисья, и видно, что вот этот костер явно давно никто не разжигал. И мне интересно, сколько вообще лет этой пещере, и как давно здесь кто-то мог жить, и жил ли вообще. Но, скорее всего, жил, потому что здесь есть и где еду приготовить, и где поесть ее, но негде лечь спать. Вот это да. И еще здесь есть минус, это низкие потолки. Если бы я делала для себя какую-то пещеру, где бы я жила, я бы искала ее, наверное, с высокими... Я бы ее просто не нашла с высокими потолками. Ладно. В общем, друзья, вы не поверите, в этой пещере мы сегодня будем ночевать, потому что уже начинает темнеть, и идти, в принципе, нам больше негде, потому что здесь везде кругом камни, и поставить ее, в принципе, негде. А там самый идеальный вариант, потому что она защищает от дождя, от ветра, и в целом, я думаю, там будет теплее, чем где-нибудь на улице. Ну, а сейчас, пока еще не стемнело, у нас кое-что есть. Это гамак. И я уже нашла две елочки, где можно его повесить. Так что погнали. Правда, к этим елочкам еще нужно дойти, но это уже такое. Вот эти самые две елочки. Я очень надеюсь, что вот эта вот маленькая елочка выдержит меня в этом гамаке. Но это мы сейчас и проверим. Кстати, я только что посмотрела сюда, и мне кажется, там кто-то живет. Либо какие-то... Ну, пауки там 100% живут, потому что там паутина. Ну, а вот там может жить что-то покрупнее. Может, не знаю, какой-то заяц, или не знаю, что-то такое. Этих пещер очень и очень много вокруг. Везде. Просто везде такие углубления. И я очень стремаюсь, что там кто-то будет жить. То есть не из людей, а из животных. Если с людьми еще там, не знаю, можно договориться, а вот с животными мы уже нет. Так что нужно поосторожнее здесь. Есть! Мои опасения не сбылись, елочка все-таки не сломалась. Что ж, попробуем лечь, и... О, да! Это просто блаженство! Мы шли очень и очень долго, поднимались в гору, очень устали, и сейчас все, я отдыхаю. Кстати, я вот думаю, можно лечь спать прямо вот в гамаке на целую ночь. Что-то мне кажется, в этом гамаке опасненько так спать, потому что муравьи могут по деревьям перелезть на гамак и залезть там, не знаю, в рот, в нос. Для этого есть специальные гамаки с специальной москитной сеткой, которая не дает всяким муравьям, и как москитам, как бы, залезть к тебе и нарушить твой прекрасный сон. Поэтому это так, чисто полежать, отдохнуть и пойти спать там, где безопасно. Ладно, я пока что сношу, и нужно идти и готовиться ко сну. Разложить палатку, разложить спальный мешок, а потом, я думаю, если останется время и будет еще светло, можно еще прийти и поваляться здесь. Ну что ж, пока полностью еще не стемнело, давайте я вам проведу рум-тур по моей пещере. Пройдемте за мной и посмотрите, как здесь уже уютненько. В этот раз мы гирлянды повесили сверху, потому что внутри, ну, оно выглядит такое себе. И вы можете обратить внимание, у нас нет этого верхнего теста. Потому что здесь, в принципе, смысла от него нет. Дождя же здесь не будет, поэтому выглядит пока что все это вот так вот. Внутри я повесила другое освещение, потому что это сейчас у меня в руке, и положила уже спальню. Я у меня уже язык заплетает, положила туда уже спальник. И вы знаете, я уже там сидела и намного теплее, чем тогда на камнях, потому что тогда реально было очень холодно. Дальше пройдем. Это наша такая приспособа. Сейчас. На случай, если этот камень обвалится. Но что-то мне подсказывает, что если вот это вот обвалится, то вот эта коряга, старая и дряхлая, нам вряд ли поможет. Но будем надеяться, что, в принципе, этот камень не обвалится, и что это, если что, на всякий случай, на крайняк нас выдержит. Не нас, а этот камень. Вот. И еще дополнительное освещение. Так, в принципе, чтобы было более-менее здесь светло, мы поставили вот здесь, вот здесь, вот, фонарь. Кстати, я кое-что нашла. Здесь какая-то бутылка. Но в ней ничего нет. Я думала, будет, типа, как в каких-то фильмах. Я достаю бутылку, в ней записка, а дальше там какие-то развития событий, ищу клад где-то в горах. Но нет. Просто поставлю только. А теперь, по традиции, я буду ужинать, и это у меня на этот раз каша. Каша с овощами. Она, типа, вегетарианская, и мне кажется, она будет не такой сытной, как вот те шарики. Но мы сейчас что-то и узнаем. Кстати, как-то так необычно сидеть в этой пещере. Как-то... Оно все так сжимает, как будто... Я не знаю. Я не знаю даже, как это описать. Просто очень странно. Ладно, давайте открывать. И пробовать. Надеюсь, я не разолью сейчас. О, ну слушайте, выглядит очень даже неплохо. Там вон я вижу горох, морковка и спаржа. А вот это я не знаю. Это каша, скорее всего, вот это. Давайте попробуем... А, вот еще картошечка. Нормально, нормально. Я думала, будет что-то похуже. Теперь давайте попробуем. Ммм! Ну, очень вкусное. Вот на этот раз оно на вкус как супчик такой. Легенький, но очень вкусный. Надеюсь, когда я это все наем, я наемся. Потому что в прошлый раз с этими шариками я реально очень сильно наелась. Оно такое вкусное, жизнь. Оно именно после длинного дня, тяжелого. Вот такой вот суп. Прям перфект. Ну что ж, теперь я могу с гордостью заявить, что я теперь пещерный человек. Вот так спросит кто-то, а где Настя? Куда она пропала? А она где-то в пещере сейчас живет. Я в шоке. Ну, раньше же люди как-то жили в пещерах. Жили. Почему я не могу выжить в пещере? Правильно? Правильно. Все. Теперь я пещерный человек официально. Где-то можно записывать. Кстати, слушайте, знаете, чего здесь не хватает? Построить, или не знаю, вырыть какой-то здесь туалет. Тогда это будет вообще прям лакшери условие, потому что здесь у тебя палатка, и здесь туалет, и не нужно идти куда-то в кусты, в какие-то дебри, искать, где сходить в туалет. Просто вышел вот сюда вот, потом зарыл как-то, или не знаю, залил водой, оно там все смылось, и все, и готово идеально. Как вы могли заметить, вот здесь вот есть окно, то есть по сути запах будет выходить вот туда. То есть у нас здесь даже есть вентиляция, вот здесь вот ходим в туалет, и воздух выходит весь наружу. То есть здесь вонять не будет. Идеально! Все, столько уже планов на эту пещеру. Я думаю, нужно оставаться здесь жить. Хотя бы, не знаю, на несколько дней, может, какую-нибудь недельку провести здесь в пещере. Почему бы и нет? Ну что ж, в принципе все. Сегодня мы очень много пришли, очень много чего увидели, нашли вот эту вот прикольную пещеру, и скорее всего останемся в ней, на несколько дней. Поэтому нам нужно уже ложиться спать, чтобы завтра рано проснуться и снимать для вас новое видео. Ну, а мы будем сейчас вслушиваться в разные звуки, потому что ночью здесь реально как-то жутковато. Днем не так страшно, а вот ночью какое-то прям такое нагнетение, потому что ночью просыпаются разные звери. И я не знаю, зайдут они сюда, в эту пещеру, или нет, потому что мы же ее увидели. Почему и звери не могут ее увидеть? По сути, могут. Поэтому ночь, я думаю, у нас будет снова тревожная, но я надеюсь, сегодня, хотя бы сегодня будет спать хотя бы тепло и удобно, потому что в прошлый раз было прям, ну вот, кошмарно, неудобно. Но в этот раз мы спим плюс-минус на земле, а не на камнях, поэтому, в принципе, я думаю, ночь пройдет более-менее нормально. Поэтому спокойной ночи, а я заложу в спальник и ложусь. Я, наверное, пока что останусь в плаще, потому что в нем теплее. Нет, ну слушайте, реально теплее, чем на камнях. Меня это уже очень радует. Ну, а если ночью что-то произойдет с нами, то мы обязательно включим камеру и это для вас отснимем. Ну, конечно же, конечно же, я надеюсь, что ничего не произойдет. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok